Приветствую вас! Вас и страх – это всегда неизвестность. Мы никогда не боимся того, что знаем, мы никогда не боимся того, что понимаем. И напротив, чем более иррациональное представление об окружающем, в том числе и о людях, тем больше нам страшно. И потому неизвестность пугает нас больше всего, а неизвестность и слишком серьезное восприятие человека. В первую очередь, чтобы перестать бояться эмоциональной реакции, нужно понять, почему человек так реагирует. Его реакция связана с тем, что это так или иначе его задевает. Факт задевания человека с той или иной темой определяется, к сожалению, его собственным страхом, сомнениями и так далее. То есть, если человек негативно реагирует на какую-то тему, это значит, что она для него имеет значение. И это значит, что ему о ней говорить неприятно. Негативное отношение к той или иной теме, как правило, вызывается личной заинтересованностью. Если вы поймете, в чем заключается эта личная заинтересованность, увидите причинно-следственную связь между нею и поведением человека, то очень быстро страх, эмоциональная реакция у вас пройдет. Потому что вы будете знать, почему человек так себя ведет. и поскольку вы поймете его, это называется понять человека, поскольку вы его поймете, он перестанет для вас быть чем-то неизвестным, а станет для вас напротив, открытым и понятным, то в таком случае вы не будете воспринимать его, как, знаете, как такого вот страстного человека. Напротив, вам будет понятно, почему он так себя ведет, и вы будете чувствовать себя выше. Ведь вы поняли, что это в нем, а он не понимает, он не осознает, а вы осознали и поняли. Тем самым, поставив себя выше в него, таким образом вы перестанете бояться и, собственно говоря, значит, сможете полноценно идти на конфронтацию с таким человеком. Но, важно понимать, для чего вы хотите идти на конфликт, что вы хотите человеку сказать, что вы хотите до него донести. Бывает так, что ваше мнение отличное от его, то есть другое, при победе, то есть, если вы смогли доказать ему что-то, да, при победе, может только человеку навредить. Такое бывает. И, прежде чем идти на конфликт, прежде чем пользоваться тем, что вы понимаете, а если вы будете указывать человеку на причину, например, например, вот давайте такой прям классический пример вам приведу. Речь заходит про бездомную собаку. Вы говорите, вот бездомная собака там ходит, все дела, ее жалко. Вот собеседник как-то резко говорит, так хвати ее к себе. Вы говорите, нет, я не могу ее взять, у меня нет условий и прочее, я не хочу за нее ухаживать. Согласитесь, реакция нормальная. То есть, вы имеете полный брак, собаку не брать. А ваш набеседник резко говорит, ну что ж, ты тогда говоришь, что я жалко, ты лицемер, например, и прочее. Вы не понимаете, почему вас просто так взяли и по сути оскорбили. И вы говорите человеку следующее. Наверное, у тебя в детстве не было собаки. Или ты очень хотел собаку, а тебе ее никак не купили. Или выгнали собаку, что ты так реагируешь. Спасите, вы ударите бы там на самом место человека, открыв его раны. И есть два пути, два момента. по которым человек себя поведет. Два варианта. Либо он сдастся, скажет, да, действительно, у меня вот что-то такое было. Я поэтому вот так реагирую. Если человек осознанный, если не осознанный, то агрессия будет еще больше. Но для вас она имеет отношение уже не будет, потому что… Вы-то понимаете, откуда она пошла. И более того, агрессия это поможет вам лучше понять, что вы на правильный пути, что вы в верном направлении идете. И хорошо, если это собака. Вот собаку можно, в принципе, сказать, что это личная проблема с человека, и это будет даже на пол на пользу. Но бывают такие моменты, связанные с личными, как и с какими-то ценностями человека, с его идеалами, которые лучше не меня. Потому что без этого человеку будет жить сложно. Поэтому, обретая понимание, вы обретаете знание. Но обретая знание, вы обретаете и ответственность за это знание. И за то, что несете его другим. Поэтому, будьте осторожны в том, когда дарите это знание другим людям. На этом все. Надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.